Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о тета-исцелении, исцелении теты. На самом деле, тета-состояние – это состояние соприкосновения с создателем, то есть с состоянием источника. Когда вы из вот этого состояния игрового, в котором мы сейчас все находимся, в состоянии «я», поднимаемся к божественному, к состоянию создателя. И вместе с создателем улаживаем те состояния, которые есть в теле, где-то в окружении, в другом месте, в другом человеке. На самом деле, можно изменить и уладить все, что угодно. Самое главное в данном ситуации – это действительно попадание и соприкосновение с создателем, то есть вот это состояние источника, которое достижимо для каждого человека. То есть каждый из нас является создателем, со-создателем вот этой игры, в которую мы все играем. И поэтому мы можем влиять на эту игру, то есть мы можем взять ответственность за те состояния, которые есть у нас, и уладить их. А для этого нужно вот это вот состояние, которое тета-состояние. И в него как попасть? То есть на самом деле есть какие-то причины, почему мы не находимся в этом состоянии постоянно. Мы хотим играть в игру и хотим получать опыт удовольствия. А в том состоянии там как бы все понятно, все ясно, то есть там полная знательность, полная ответственность. И вот поэтому между этим состоянием в игре и тем состоянием существует такая, ну скажем так, пропасть, да, определенная. И через эту пропасть можно перешагнуть. То есть, ну, кто-то, конечно, может это сделать одним шагом, кому-то нужен более медленный способ. Но на самом деле в этом состоянии можно находиться, то есть большую часть своего времени и исцелять себя и других. Тета-хиллинг или тета-исцеление, оно доступно для каждого. И чтобы в это состояние попасть, важно посмотреть, что мешает этому. Если есть какие-то вещи, которые мешают, можно их убрать и рассмотреть, как есть, с помощью процессинга счастья. И дальше уже двигаясь в это состояние, помогать себе и исцелять других. То есть любое суждение может быть переработано. Это суждение может быть, я плохой, у меня нет денег или я больной. Или какое-либо другое негативное суждение может быть воспроизведено, как есть, рассмотрено и переработано в другое суждение. То есть, которое заменяется позитивным постулатом, позитивным суждением. Например, я здоров, у меня много денег, я счастлив и так далее. Самое главное, что человек получает при этом новое состояние и озарение, то есть новые понимания жизни. И когда мы рассоздаем вот эти вот негативные состояния, то меняется наша энергетика, меняется наше состояние. И таким же образом можно помогать другим людям. То есть, конечно же, и с их согласия, чтобы они были готовы к этому, чтобы они хотели этого. Потому что это действие вместе, содействие, то есть помощь, это всегда совместное действие. И вот когда мы это делаем, то получается мы увеличиваем осознанность и улучшаем качество жизни. И этому можно научиться. То есть, можно научиться попадать в состояние вот этого состояния источника и таким образом действовать оттуда. То есть, и действия эти совершенно другие. То есть, они более разумные, более созидательные. Они направлены не просто на какое-то временное улучшение я. Они направлены на долгосрочные перспективы, на улучшение действия тела, на омоложение, на создание гармоничных отношений. То есть, можно все это действительно создавать. Потому что мы творцы, и это процесс творения. Но для того, чтобы творение было радостным, важно убрать те вещи, которые накопились негативные. И вот эти вот негативные постулаты вместе с негативной энергией, они влияют на нашу жизнь. Потому что любой травматический опыт, он оставляет след в нашем теле, в нашем уме, в нашем сознании. Даже в сознании, можно сказать, коллективном, сознании предков. И все вот это исцеляемо. То есть, на самом деле, нет тех вещей, которые нельзя исцелить. Все зависит от вашей веры в то, что это возможно. То есть, если вы знаете, что это возможно, в данном случае я говорю про веру не как слепую какое-то суждение, просто я верю, а веру как знание, что я знаю, что я могу исцелиться и исцелить других. Вот это знание, оно помогает действительно в исцелении. И я видел это своими глазами, чувствовал на собственном опыте, проходил через это. Вот, то есть, занимаюсь уже на самом деле исцелением с помощью методик процессинга. Вот сейчас под это хилингу применяю. И я понимаю, что это действительно работает, что это помогает каждому человеку в увеличении осознанности и в том, чтобы действительно быть счастливым и радостным. Поэтому, друзья, кому тема интересна, пишите в комментариях или мне в личные сообщения. Мои контакты под этим видео. И, конечно же, буду рад вашим отзывам, как у вас идет процесс исцеления. Если есть какие-то вопросы, то я могу провести бесплатную консультацию, чтобы показать, как это работает и направить вас на пути к исцелению. Конечно же, ставьте «Нравится» этому видео, подписывайтесь на мой канал. И колокольчик для напоминаний, чтобы смотреть мои новые видео. Они выходят на моем канале практически каждый день. Поделитесь этим видео со своими друзьями, потому что я уверен, что у вас есть люди, которые заинтересованы тоже в исцелении и улучшении качества жизни. Вам гармонии, счастья и до скорой встречи в следующем видео.